Как рассказать про устройство, которое достало всех через неделю после выхода, посмотреть на него с другой стороны. В прошлом году я впервые подержал в руках свежий айфон, и тогда сравнивал его со своим старым 11, в этом и была фишка обзора, насколько большим был смысл переходить со старого айфона на новый. Прошел год, вышел очередной айфон, и в этот раз я хочу подойти к нему с точки зрения цены. Pro Max теперь стоит 1200 долларов, что в рублях очень много, и представляя общее мнение людей, за такие деньги айфон в нашей стране нахрен не упал, я же собираюсь донести обратную точку зрения, почему айфон 15 Pro Max стоит каждого своего цента, заодно разберемся, стоят ли переплаты за него, а не за прошлогоднюю версию, все эти новые фишки, и почему их так мало, а для теста камеры я в этот раз пригласил знакомого фотографа, который сделает на 15 Pro Max целую серию. Так что это новенький айфон 15, давайте начнем. Вот помните то ощущение, когда выходит пятый айфон или четвертая плойка, любой новый девайс раньше, и тебе не терпелось его подержать? Последний раз я так ждал PS5, и поиграв наконец-то через полтора года разочаровался, было ощущение, что на PS4 вылили ведро с краской. Просто рынок пришел к эталонному всему, дисплеем, начинки, скорости, материалам, но культ потребления никуда не делся, и компаниям таким как Apple особенно, приходится каждый год как прыщи выдавливать инновации. Менять цвета, делать мизерные улучшения в камере, уходить и приходить обратно к формам корпуса, и за этим спектаклем раньше было хотя бы интересно наблюдать. 10 айфон челка, XS увеличенная модель, 11 третья камера и матовое стекло, 12 новый дизайн, 13 120 герц в новой модели, 14 Pro Dynamic Island и 15 Type-C. Так что хоть я решил сделать обзор на новые айфоны, у меня не было ощущения мандража, что приедет сейчас новая игрушка, ее можно как-то потестировать, потому что с ними-то в целом все понятно. Все изменения это титановые рамки, новая камера, Type-C и Action Button. Тот случай, когда для обзора айфона был бы вполне уместен формат шарца. Тем не менее, мне их предоставил самый дружелюбный магазин гаджетов BigGeek.ru, заходите к ним за новыми айфонами или заказывайте, ребята доставляют по всей России. И привез мне BigGeek 2 айфона, синий 15 Pro Max и розовый 15+. И вот не знаю почему, но по первым впечатлениям мне больше понравился не Pro Max, а именно 15+. Приятный просечный цвет, матовое стекло, закругленные рамки, в этом году обычная плюс-версия прям бомбезна по визуалу. А вот 15 Pro Max сначала не зашел. По-хорошему его нужно смотреть в самом модном титановом цвете, но Apple их сделала почему-то очень мало, в мире огромный дефицит, поэтому пока что есть только синий. Сам он по себе оттенок неплохой, но как по мне хуже прошлого фиолетового. Титановые грани как-то разочаровали, я думал, что их сделали матовыми именно чтобы они не заляпывались, а при этом именно в этом цвете айфон очень маркий и выглядит, когда вот его по лапочке много непрезентабельно. Тогда как обычный 15 из алюминия этой проблемы лишен. Ну а благодаря титану телефон стал чуть легче, наверное это должно греть душу покупателю нового айфона, но в целом титановые или белые были бы ближе к моей душе, не люблю черный айфон, поэтому не могу визуально его объективно оценивать. И вот на самом деле эти два телефона, они пипец какие похожие. Я иногда держал оба и не мог понять какой и где. Конечно у прошки тоньше рамки, 120 герц, always on, и сам экран ярче и сочнее, но когда вот просто держишь их в руках и смотришь без особого внимания к деталям, ты не можешь понять где какой. Я сейчас держу и кстати, а ну вот плюс, вот Макс, я реально не понимаю. Первый только полегче и без мега телевика, так что прислушайтесь, если по карману ударил курс доллара, 15 и 15 плюс в этом году бомбезные, идеальный телефон с точки зрения рационализма. Еще и цвет приятный, ненасыщенный, я с таким конечно не ходил где-нибудь в Ростове, но круто. 15 Pro Max же это новая икона самого дорогого телефона. В прошлом году его место занимал фиолетовый 14, в этом разумеется 15 в цвете Титаниум. И не сложно догадаться, что практически каждый покупатель айфона 15 Pro Max покупает его не из-за экрана, дисплея и других фич, а потому что он самый дорогой. Люди хотят все самое лучшее и Apple этим пользуется. Именно на Pro Max версию подняла цену в этом году. И как можете понять, в этом обзоре не будет рассказа про каждый детальный компонент, потому что все это было уже в прошлом году. 15-е минорное обновление и ничего особо не изменилось. Подробно можете посмотреть в прошлогоднем обзоре, но если кратко, современные топовые айфоны мне очень нравятся, в них приятно проводить все эти часы в телефоне, которые мы проводим. Однако главный минус, который мне казался в 14 прям очень весомым, это острые грани, которые впивались в руку, было без чехла прям некомфортно его держать. И Apple над ними поработала, сделав их более скошенными, и теперь даже без чехла айфоном пользуются приятно, хотя кто будет вот этим вот пользоваться без чехла, конечно, в России, но... Разумеется, сам айфон не сильно изменился за последние 5 лет, но изменилось отношение к его цене. Раньше за 1200 долларов телефоны покупали только олигархи. Теперь же это стало нормой и дело не только в маркетологах, которые медленно поднимали цену на айфоны каждый год. Дело в том, что мир сам по себе изменился. Еще 7 лет назад телефон не был такой важной штуковиной, то есть он, конечно, был незаменимым устройством для чатинга и так далее, но он не съедал половину нашего дня. А сейчас получается так, что мы полжизни проводим в офлайне и половину жизни в онлайне, а телефон в эту вот вторую жизнь это главный проводник. Экономить на устройстве, в котором ты проводишь полжизни, это как минимум странно. Если у вас нету стадного чувства менять айфону как носки, 15-й комфортно прослужит вам минимум 3 года. Столько же лет назад вышел 12-й Pro Max, и кто скажет, что он вообще устарел? Подходим к выводу, что если брать 15-ку даже Pro Max версию на 3 года, то получается всего 400 баксов в год, или же с наценкой 3,5-4 тысячи рублей в месяц. Конечно, вспоминается, что 4S когда-то стоил всего 650 долларов, был флагманом и никаких Pro Plus Max версий не было, но фактически разница в цене между 4S и 15 Pro Max это инфляция. Доллар за это время сильно подешевел. Так что глупо ли брать дорогущий 15 Pro Max, если тебе не нужны все его Pro функции? Да нет, потому что вы с этим телефоном можете проходить довольно-таки долго и получить самый лучший экспириенс, который дает Apple. Я вот уже третий год хожу с 11-м, и лучше бы я переплатил за Pro-модель, до сих пор IPS-экран смотрю каждый день. Насчет самой главной функции телефона звонить и принимать звонки, лично я и пользоваться перестал. И одна из причин, практически каждый звонок, который мне приходит, это телефонный спам. Репетиторы английского, мойщики окон, мошенники или маркетологи не стесняются назвадивать мне уже несколько лет. Решение этой проблемы оказалось простым, в приложении Яндекс Алиса есть определитель номера. На основе базы данных и отзывов пользователей он крайне точно определяет, кто звонит, полезный ли это звонок или просто мошенники. А теперь он защищает от нежелательных звонков в Вайбере и Ватсапе, так что крайне важно поставить приложение и определитель номера своим детям или пожилым родителям. Даже в моей семье были случаи, когда телефонные мошенники вымогали деньги у родственников. К счастью, мы тогда были рядом и оберегли, но теперь у них есть определитель номера, и они сразу видят, кто им звонит. А самое приятное, это бесплатно. Я просто установил приложение Яндекс с Алисой и попросил ее Алиса включи определитель номера. Проходим маленькую инструкцию по настройке и все, теперь все звонки маркируются. То же самое на андроиде, ставите приложение и все работает. Фича крайне полезная, а в описании будет ссылка на приложение Яндекс определителя номера, скачивайте себе и близким и знайте, кто звонит на самом деле. Насчет Type-C. В нем я вообще не вижу особого смысла, я iPhone никуда особо не подключаю, только заряжаю через Lightning, но теперь Type-C, конечно, удобнее, но iPhone, как по мне, давно беспроводные устройства. Однако удивилась щедрость Apple, и с помощью Type-C в Pro модели вы можете записывать видео на внешний SSD. То самое ProRes 4K видео, которое весит килотонну, можно писать не на дорогущую встроенную память, а прямо на любой внешний SSD-шник от Самсунга. Что-то это даже не по-эпплски, как-то слишком хорошо. Или подключение изернет-кабеля по адаптеру. А при игре в тот же Death Stranding, вы подрубаете iPhone к телеку, достаете контроллеры, получается полноценная консоль. Насчет последнего, это, конечно, круто, что DS выходит на iPhone, но я не понимаю, как можно бегать в этот кодимый симулятор на экране 7 дюймов. Но факт. Apple гонит iPhone в сторону игровых консолей, и 15-й Pro с его новым и очень горячим процом можно назвать прям первым игровым iPhone. Смогут ли они отъесть часть пирога у Microsoft, Sony и Nintendo? Посмотрим через пару лет. Кнопка. Мне лично никогда не нравился артежок переключений в беззвучный режим у iPhone. Да, он супер каноничный, да, это главная фишка была Apple-вского телефона, но лично мне он бесполезен и иногда заедает. И вы все прекрасно знаете, что в Pro-модели поставили новую, новомодную, даже в названии придумали экшн-баттон. Наверняка видели, как народ с ней веселился, назначая совершенно разные функции от включения чайника дома до разблокировки машины. Если хотите знать мое мнение, мне понравилось. Я повесил на нее включение камеры, и теперь, если надо срочно что-то сфоткать, можно за секунду перевести iPhone в боевое состояние. Камера открывается молниеносно и успевает включиться, пока я подношу телефон к лицу. Разумеется, мы плавно перетекаем к самой камере, и что я придумал? Так как свое мнение об айфоновской камере я в целом составил, я решил дать телефон своему другу-фотографу, чтобы он сделал на него фотосет и рассказал свое мнение. Фотографа зовут Даня Харт, и что мы сделали, мы встретились с ним, с моделями в парке Горького, и компания Я, фотограф, оператор Сергиус и две модели, Мия и Мари, начали тестировать камеру. Так, сейчас будем снимать на новый 15 Pro iPhone, тестировать новый режим RAW, и имитацию фокусных расстояний 35-24, поснимаем на новый телевик. Процесс заключался в том, что Даня ходил по парку, искал подходящие локации, делал кадры. Параллельно мы тестировали всякие режимы, вроде цветовых фильтров, фокусных расстояний, или же искусственного размытия в портретном режиме. Я ребят особо не трогал, они сами ходили в биррель локации, и в какой-то момент ребята поймали трактор, попросили водителя выйти, и сделали несколько фотографий почти что в кабине трактора «Беларусь». Так что выражаем благодарность уборщикам парка Горького за предоставленный трактор. И после первых кадров сели посмотреть результат. О, это на 5Х, да, сейчас? Да. Сначала попробовал на широкоформатную камеру, поснимал так. Ага. Композиция классным цветком была прям. Ну и поиграл со светом, вот как раз чтобы потом можно было потестить, посмотреть. Слушай, а есть же даже букешка. А, это смотри, он применил программный эффект, да? Да, программный эффект. Это выглядит точно довольно-таки. То есть он... Да, есть такой. Тебе показали бы фотку, ты понял бы, что это iPhone? Конечно, до камеры еще разница есть, если снимать на фотоаппарат и снимать на телефон. Но среди телефонов я могу сказать то, что режим портрет, конечно же, улучшился. Границы более точные и... Да, волосики прям хорошо пробовали. Слушай, это прям класс. Давай посмотрим, это вот на ширик, да? Да. Ну, чуть-чуть не тянет, конечно, по динамическому неопозону, да? Видно, что чуть-чуть. Ну, слушай, для телефона это прям... Ну, что-то в этих кадрах есть. Возьмите этого чувака в Apple, пожалуйста. По композиции. У них сфотки скатились. Очень круто, слушай. Ну, вот если подумать, стоит ли переплачивать за эту третью камеру вообще? Ну, не скажу. Как бы третья камера, она никогда не будет лишней. В том же, если на фотографии, допустим, я ее могу и не использовать. Но в плане видео иногда этот момент решают. Разумеется, нельзя было не протестировать фронтальную камеру, с этим нам помогла Мия, а потом я отобрал у Дани телефон и начал тестировать видео. Внезапно лучше стал работать режим киноэффекта. Телефон явно стал лучше работать с границами, и эти видео по сравнению с 13 или 14 айфоном даже выкладывать как-то не стыдно. Затем я кратко проверил, как снимает видео телевик, удивительно, но пригодился он именно в видео, и меня поразила стабилизация. Получаются очень плавные видео, прям как будто с гимбла снято, однако для получения нормальных кадров отходить приходится очень далеко, поэтому начали закрадываться сомнения, а нужен ли телевик и зачем. После этого Дани обратно отобрал телефон и начал снимать красоту на айфоновскую камеру. Все-таки талант не пропьешь, и даже обычный телефон в руках профессионала становится неплохой камерой. А затем мы обратно вернулись к киноэффекту. Короче, что мы делаем? Мы нашли человека, который играет в баскетбол, он не говорит по-русски, но согласился нам помочь, и мы подсняли его сейчас в слоумо, в портрете и в обычном режиме. В обычном режиме выглядит скучно. В слоумо изначально кажется, что уныло, когда включается замедленная съемка, очень неплохо. То есть для каких-то активных сцен очень интересно. Но самое крутое, это киноэффект. Он прям очень хорошо следит, очень хорошо следит. Что ты скажешь, Дань? Не, ну активная система точно лучше стала. Ага. Но нюанс заключается в том, что видео мы смотрели на телефоне. Как только я открыл его на компьютере, все сразу стало видно, все эти рамки, и я бы, честно, такое видео вообще не снимал. Под конец же нам повезло, и в этот пасмурный день ненадолго вышло солнце, причем очень красивый свет получился. И мы поснимали в таких экстремальных условиях, что на обычный, что на про телефон. Айфон классно работает с большим перепадом яркостей. С контровым светом получается круто. Прекрасная камера стала еще лучше. Под конец же мы протестировали камеру в темных условиях в ресторане. И айфону полумрак вообще не страшен. Снимки получаются отличные, портреты. Единственное, на мой взгляд, немного рисковато. Качество фотографий выросло. Вот сравнивая с аналогичным 13 Pro, съемка видео, киноэффект, режим портрета, все стало на уровень выше. Тем, у кого уже 12, 13, 100% можно покупать смело. У кого 14, ну, если не критично, то 30, человек разницы не заметит. Так, а отдельное спасибо, мы хотим сказать о ферах. Это Дани Хартбелл, это очень крутой фотограф. У него есть инста, сейчас видите, вот на экране его потрясающие фотки. Если хотите посмотреть его картинки и проникнуться стилем, то переходите по ссылке в описании. Или можете записываться на фотосессию, девочки. Да, и мальчики. Огромные и мальчики. Огромное спасибо. Огромное спасибо Марии Орловой. Это прекрасная актриса, зовите на съемки. Режиссеры, смотрите, смотрите. Вот, вот. Тоже ссылка будет в описании. Она сегодня нам помогала, в том числе и Мия прекрасная. Какой-то такой тест 15 Pro Max, хоть как-то. Мы еще снимали на обычный 15 Plus. Я бы не сказал, что наличие 5X модуля меня, честно говоря, так заводит. Ну, его наличие, конечно, радует, но вот использование в повседневной жизни, ну, это будет очень крайне редко. Камера настолько четкая, что видно все, честно. А это проблема? Ну, блин, да, на самом деле. Даже будущее. Это будущее, как будто бы, да. Те, у кого очень плохое зрение, очень хорошо видно, если ты приближаешь зум. А когда сделали фотографию на этот айфон, там, в черно-белом и широкоугольном, там было такое ощущение, будто бы, как будто бы кадр из какого-то фильма. И как будто бы это как пленка, я не знаю. Причем никаких фильтров не было. Это просто был луч света и просто щебо-фильтр. Это прям классно. Ты про эти широкоугольные картинки в парке? А это на обычный. Они одинаковые? Камера одинаковая практически. А тут третий модуль, вот этот супер длинный. Все, все остальное здесь тоже самое. Да. Ну, вот видите, я не сильно разбираюсь. Нет, дело не в том, что ты разбираешься. Дело в том, что это обман потребителей. Потому что, на самом деле, обычно снимают тоже не хуже. Погинь? Ну, да. Внезапно. На этом съемочный день подошел к концу. Еще раз спасибо фотографу, моделям, оператору, что помогли все это организовать и сделать. И так как фотографии мы снимали в формате RAW, я попросил Данию посмотреть файлы на компьютере, покрутить их в Lightroom, обработать. В итоге он прислал мне вот такие прекрасные картинки и его же слова. Айфоновская камера поддается обработке очень хорошо, практически как полноценная сонька полнокадровая. То есть ты берешь и вытягиваешь что-нибудь из теней, или же как-то сильно меняешь цвет. Если у вас есть задача получить максимальное качество с телефона, то включаете этот режим и получаете такую полупрофессиональную камеру. Но, разумеется, камера айфона не создана, чтобы делать на него какие-то портретные крутые серии. Для этого есть полнокадровые соньки или средний формат на пленке. Айфоновская камера создана, чтобы закрывать одну важнейшую потребность для большинства людей, которая и окупает стоимость этого телефона. Видите ли, мир немного сошел с ума, и каждый второй на улице это блогер, режиссер или рилсмейкер. Визуальный контент делают сейчас вообще все. Люди в поисках славы, компании в поисках клиентов, бренды для повышения своей узнаваемости. Мы пришли в эпоху сверхвизуального мира, сверхвизуальной среды. Если исключить Россию, хотя это у нас тоже есть, точкой встречи всех этих людей является запрещенный у нас террористический инстаграм. Это гигантская экосистема, в которой каждая приличная фирма, каждый уважающий себя фрилансер пиарит себя. Речь идет как про фотографии, так и конечно же про короткие видео. А многие за это готовы платить, так что айфон здесь это главный рабочий инструмент. Одновременно камера, монтажная станция и телефон в одном девайсе. Да, кто отстал от мира, сейчас половину мобильного контента монтируют на айфоне. И на мой взгляд, при таких условиях, что сейчас каждый второй делает контент, его цена это не просто оправданно, это дешево. Ведь профессиональные камеры в хорошем комплекте обойдутся вам дороже айфона, айфон же умеет делать все сразу и лежит у вас в кармане. Правда признаюсь, когда я делал короткие видео по заказу, я снимал их на нормальную камеру, но многих устраивает телефон. Если вы хотите рассказывать истории, айфоны более чем хватит, камеры же в случае тиктоков, шортсов, рилсов это просто другой уровень продакшена. Просто к чему это все было, айфон многие называют оверпрайснутым телефоном, даже в Америке, ну так покажите мне андроид, который записывает видео лучше, особенно в инстаграм. Говоря общим планом, сделали 15 айфон огромный шаг? Нет. Перестанут ли его покупать от этого? Тоже нет, его продолжат покупать огромными партиями. Перестанут ли его покупать в России из-за курса 100? Будет сложнее. Если вашего кошелька прям сильно коснулся курс доллара, я правда рекомендую посмотреть на обычные плюс модели, они в этом году очень симпатичны, я прям, может быть, бы взял себе. Ну, если бы я снимал инстакурсы по личностному развитию, и у меня было бы дохрена денег, я бы с радостью взял себе какой-нибудь титановый Pro Max. Однако мой карман почему-то не жгут лишние 100 тысяч рублей, да если бы жгли, я бы потратил их более креативно. А на этом все, не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм, куда можно и нужно подписаться. Я там иногда пишу всякие посты по поводу очередных видосов, по поездке недавно в Казань писал, там можете заходить, читать, если интересно. Пишите, стоит ли в следующем году снимать очередные унылые айфоны. Всем спасибо и до скорых встреч!